Приветствую вас на канале Техноарена, в этом видео я расскажу вам о лучших смартфонах стоимостью до 400 долларов в 2022 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно достойны называться лучшими? Это и предстоит узнать. Как обычно в описании я оставил ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, перейдя по которым вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! На что подкрывает модель Realme 9 Pro с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти формата microSDXC. Данный смартфон получил IPS-дисплей с диагональю 6,6 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За его производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno GPU 619. Основная камера может делать снимки с разрешением 64 мегапикселя. В дополнение к ней идут широкоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с 2 мегапикселями. Фронтальная камера получила 16 мегапикселей. Это устройство работает с интерфейсом Realme UI 3.0 на базе операционной системы Android 12, а его вес составляет 195 грамм. Емкость аккумулятора равняется 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про экран, высокую производительность, наличие хорошего чехла в комплекте хвалят основную камеру и приемлемую стоимость. Про какие-то действительно ощутимые минусы говорить не приходится. Если вы хотите быть в курсе различных технических новинок, подписывайтесь на канал Техноарена. И не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Xiaomi 11T с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Поддержка карт памяти не предусмотрена. Данный смартфон может похвастаться дисплеем AMOLED с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus. Также имеется защита от пыли и брызг IP53. Производительность этого девайса обеспечивается восьмиядерным процессором Mediatek Dimensity 1200 Ultra, который работает вместе с графическим ускорителем Mali-G77MC9. Основная камера может снимать с разрешением 108 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольная камера с 8 мегапикселями и телемакрокамера с 5 мегапикселями. Фронтальная же камера получила 16 мегапикселей. Устройство работает с оболочкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11, а его вес составляет 203 грамма. Емкость аккумулятора равняется 5000 мАч. Доступна функция быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про высокую производительность, качественный чехол в комплекте, основную камеру, удобство в использовании и экран. Некоторые владельцы жалуются на иногда не слишком корректную работу датчика приближения. А что вы думаете об этом смартфоне? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название Samsung Galaxy A53 5G. Речь пойдет о версии с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, объем которой можно увеличить при помощи карты памяти формата microSDXC. Эта модель получила экран Super AMOLED с диагональю 6,5 дюймов, разрешением 1080 на 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Также предусмотрена защита от пыли и влаги IP67. За производительность этого устройства отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1280. А в качестве графического ускорителя выступает Mali-G68. Основная камера имеет на своем борту 64 мегапикселя. Ее дополняют сверхширок макроугольная камера с 12 мегапикселями, макрокамера с 5 мегапикселями и камера с датчиком глубины тоже с 5 мегапикселями. Фронтальная же камера имеет 32 мегапикселя. Данный девайс получил оболочку One UI 5 на базе операционной системы Android 12, а весит он 189 грамм. Емкость батареи составляет 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 25 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про удобство в использовании, экран, производительность, хорошую основную камеру и дизайн. Некоторые владельцы жалуются на некорректную работу GPS и недовольны отсутствием зарядки в комплекте. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. Далее в нашем рейтинге идет модель Xiaomi Poco X4 Pro 5G с 8 гигабайтами оперативной и 2-местами 5-ю, 10-ю, 6-ю гигабайтами постоянной памяти. Она может похвастаться AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Также хочу отметить защиту от пыли и брызг IP53. Производительность девайса обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Cryo 660, который работает вместе с графическим ускорителем Qualcomm Adreno 619. Основная камера может делать снимки с разрешением 108 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольная камера с 8 мегапикселями и камера для макросъемки с 2 мегапикселями. Фронтальная же камера имеет 16 мегапикселей. Данное устройство получило оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 11, а его вес составляет 205 грамм. Емкость батареи равняется 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про высокую производительность, основную камеру, экран, емкие аккумуляторы хвалят отличное качество сборки в целом. Некоторые владельцы жалуются на иногда не очень корректную работу датчика приближения. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Huawei Nova 9 SE с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Этот смартфон может похвастаться IPS-экраном с диагональю 6,78 дюймов, разрешением 1080 на 2388 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За его производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680. А в качестве графического ускорителя выступает Adreno 610. Основная камера имеет на своем борту 108 мегапикселей. В дополнение к ней идут ультраширокоугольный модуль с 8 мегапикселями, модуль с функцией измерения глубины резкости с 2 мегапикселями и макромодуль тоже с 2 мегапикселями. Фронтальная же камера получила 16 мегапикселей. Данный девайс получил оболочку EMUI 12 на базе операционной системы Android 11, а его вес составляет 191 грамм. Емкость аккумулятора равняется 4000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 66 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про дисплей, основную камеру хвалят звук и производительность. В минусы владельцы иногда записывают отсутствие разъема для наушников и отсутствие сервисов Google. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название Samsung Galaxy M52 5G. Речь пойдет о версии с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти формата microSDXC. Данная модель получила дисплей Super AMOLED Plus с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 1080 на 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. За ее производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G, который работает вместе с графикой Adreno 642L. Основная камера может делать снимки с разрешением 64 мегапикселя, а фронтальная камера получила 32. Устройство работает с интерфейсом One UI 5 на базе операционной системы Android 11, а его вес составляет 173 грамма. Емкость аккумулятора равняется 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 25 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про высокую производительность. Экран, небольшой вес хвалят основную камеру и емкий аккумулятор. Некоторым владельцам не нравится отсутствие разъема для наушников. А завершает наш топ-7 лучших смартфонов стоимостью до 400 долларов в 2022 году модель Realme GT Master Edition с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти. Она получила экран Super AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 1080 на 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность этого девайса отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 642L. Основная камера имеет на своем борту 64 мегапикселя. Ее дополняют сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с 2 мегапикселями. Фронтальная же камера получила 32 мегапикселя. Устройство работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11 и весит 178 грамм. Емкость батареи составляет 4300 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 65 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про экран, производительность, дизайн, хвалят основную камеру и компактность. А вот про какие-то действительно серьезные минусы говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, если наш ролик показался вам интересным. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше всего. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!